Ребят, привет! У нас какая-то психопатичная погода, очень сильные порывы ветра с песком, время от времени дождь какой-то грязный, короче, какая-то фигня. Но зато есть и приятное. Мой сосед Валера с его женой Людой, это очень приятные люди, с которыми я дружу уже много лет, и когда мы куда-то уезжаем, они всегда следят за нашим стадом животных, позвали мне сейчас и сказали, что должна посмотреть на некое чудо. Ну, я сразу догадалась, о чем речь, и точно, они принесли щеночка, французского бульдога. Это такая прелесть, девчонки, у кого нет животных, вы обязаны, обязаны, обязаны завести собачку или кошечку, потому что это эмоции зашкаливают просто через край, такой уровень мимишности бешеный. Вот, так что теперь у нас есть собачка в подъезде новая. Так, смотрите, сегодня у нас повторяшки, я так сейчас прогоню, у меня должен прийти ученик через примерно час. Я постараюсь то, что успею, чтобы выложить к вечеру видео. Вчера засочковала, у меня просто не было дома целый день. Смотрите, 18,3 бурелом с лабрадором остался. Вот он, 55 долларов. Сейчас попробуем показать, как можно больше всего, чтобы успеть. Девчонки, подсолнухи, 52 доллара. Почему-то они у меня указаны на имя Ольга. Ольга, отзовись, перламутровые подсолнухи. Что сие значит, непонятно. Надеюсь, что я не забыла отослать что-то, а просто ты их не забрала. Кстати, очень классная модель, французский замок. А, девчонки, я была у Баирмы. У меня теперь вот такой маникюрчик с кошками. Брутальный. Так, дальше. Губка Боб с дымчатым кварцем. Серьги остались невостребованные. 46 долларов. Я знаю, что эту модель обычно все очень любят. Поэтому решила вам показать. Насчет курьерской доставки. Пока я еще ничего не решила. Жду, когда они мне сделают документы на таможню за этот месяц. Пока они все это тянут. Сначала потеряли. Теперь что-то неделю уже от них ни слуху, ни духу. Не знаю, у меня какое-то такое нехорошее ощущение, что мы с ними в какой-то момент попрощаемся. Ребят, артикул 2575. Девятый размер кольца. Цена у меня, к сожалению, не стоит. Я должна буду пробить по новой. Забирайте. Забирайте. Очень красивое кольцо, красивый лабрадор. Чтобы быть поточнее, это, да, 19-й. Еще у меня есть губка-бокс-серьги с бирюзой. Если вдруг кому понадобится. 46 долларов, опять же. Если мы уже говорим про бирюзу, то осталось вот такое кольцо. Это артикул 1699. Тоже довольно крупное. Цена у меня не стоит, но оно стоит меньше 46 долларов. А сколько, не помню. Надо будет проверить. 19-й размер. Хотя, может, и больше 46. Может, даже 50. Девчонки, короче... Ух, какой порой ветра бешеный. Короче, кому нужно, я пробью через каталог. Что-то так получилось. Без цены на пакетики. Осталось одно чароитовое кольцо. Это артикул 575. 18,5... Размер. Хотя сейчас проверим. 52 доллара. Или 185 шекелей. Такие вот сердечки. И оно... на 18,2. Дальше нашла я тут гвоздики-пусеты. Мелкие, с гранатиками. Они очень маленькие, но очень миленькие. Маленькие, миленькие. 25 долларов или 95 шекелей. Вот с такими вот цветочками. Мне кажется, очень хорошо. Такое дело идет, скажем, в боковые дырочки. У кого несколько дырок в ухе. Отверстий. Как говорил Гриша, мой настройщик и мой учитель настройки, и продолжают говорить, дырка это в попе. А в пианино отверстие. Вот, короче, у кого есть дополнительные отверстия в ухе, то это очень будет красиво. Ну, или кто любит мелкие украшения, в принципе. Собрался целый гарнитур проволочки с опалом. Невостребованное. Кольцо на 17. Цена кольца 42 или 43. 42, по-моему. Кулон 43, а серьги 45. 17 размер. Соответственно, есть серьги. И, соответственно, есть кулончик. Итого все вместе получается комплект. Но вы не обязаны это брать вместе. Это можно делить и брать частями. В отличие от других производителей, производителей шаблю же вообще все равно. Они, как сказать, анархист-индивидуалист. Каждое украшение само по себе. И совершенно никого не смущает тот факт, что они все идут не в пару. Смотрите. Значит, остался у них ионитовый браслет каким-то чудом. Может, я его кому-то пообещала и не отдала. Не знаю. Но, тем не менее. Стандартный вариант. 101 доллар. Не знаю, я чье это было. И почему оно так вот лежит и не купилось. Так что, кого заинтересует эта модель, вот она. Есть, кстати, такие же браслеты Губка Боб с опалами и с граненым ониксом. Так, ребят. Вот последняя попытка продать браслет мужской. Артикул 1378 за 102 доллара. Если не пойдет это дело, я его верну в Мерунену. Он у меня уже лежит и занимает место. Никто его не оценил. Очень красивый замок. Брутальный. Три толстых кожаных шнура коричневых. Красивый, действительно. Интересная модель. Если никого не заинтересует. Хотя, может и не отдам. Может после жить. Может рано или поздно найдется человек, которого заинтересует, так и браслетик. Так. У нас есть кулончик розочки. За 39 долларов. Артикул 19.93. Были сельги, но их отложили. Мне кажется, все-таки, что он может подойти под легендарное кольцо 1673, которое с розочкой сбоку, круглое. Которое у нас было уже с разными вставками. Что-то есть общее. Это не комплект, но что-то, может быть, все-таки перекликается. Так. Дальше. Даурия отложила комплект. Видать. Даурия, ты забыла про него или передумала? Я не совсем поняла, что с ним произошло. Вот этот вот комплект с гелиотисом. Или пуа, как мы это называем. Внешняя сторона раковины. 42 доллара сельги. Это артикул 23.77. И есть к нему кулончик. Который без артикула и без цены. Замечательно. Потрясающе. Вот для сравнения размера цен. Далее в нашей программе. Аметистовое колечко за 37 долларов. 942 артикул. Размер 17. Такие ниточки. Оно 17,4, но оно маломерит 4 миллиметра. Явно. Чем еще я вас тут заинтересую. Удивить я не могу, поскольку это повторяшки. Вы это все уже видели. Так, 76 долларов. Интересно. У меня тут стоит две цены. 65 долларов и 76 долларов. Почему так, понятия не имею. Надо проверять. В любом случае, артикул 18-20. Такие вот подсолнухи. Без каменка. Как мы это называем. Странное слово. Весьма. Такие бантики. Видите, как интересно. Закрывается на две позиции. Размер. 17. Первое колечко. 18,5. Второе. Хороший браслет. Мне нравится. Классненький. Я не очень люблю тоглы лично. Не знаю почему. Я тоже говорила. Со времен бисера. Что-то они меня раздражают. Если бы он был на карабине. Ей богу, я бы его себе оставила. Но на тоглах я не люблю. Так. 166 шекелей или 46 долларов. Осталось. Это кольцо. Может быть оно чье-то. Потому что это все было под заказ. А может быть не чье-то. Не знаю. Я знаю, что многие его заказывают. Это 2507. Оно проходит как восьмерка. Но оно, конечно же, маломеряет. Сейчас мы глянем, что к чему. Девушки, ну это 17,5. Явно. Голубой топазик. Такая плоская жемчужина оборочная. И опальчик искусственный, выращенный. Висюльки мы любим. У меня тоже есть от Шаплюля кольцо с висюлькой. Давно-давно куплено. Но там немножко по-другому. Там, по-моему, не помню из чего сделаны висюльки. Но не такие. Но тоже, по-моему, жемчужина. Надо будет поискать это колечко. Давно его не видела. Так. Вот. За 65 долларов браслетик. Который с янтарем. Большой плюс в нем, что он закрывается. Вот как сейчас модно. Вот на такой шарик. То есть можно затянуть на любой размер. Ну, опять же, любой относительно, конечно. Вот так вот. Ну и затянуть. Такая модель сейчас очень модна в Пандоре. В общем, в серебре у нас часто носят такую интересную вещь. 65 долларов. Артикул 15.68. Видите, какое он фактурное. Такие косички. Красивый браслет. И нежный с одной стороны, но звенья крупные. Хорошенькие. Девушки, кто-то отложил гематитовое кольцо и не забрал. За 53 доллара или 187 шекелей. И даже у меня потом спросили про это кольцо. Я сказала, оно отложено. И в итоге, я не знаю, по какой причине, оно у меня до сих пор, ой, лежит. Это 17.2, оно идет на 17. Очень удобно сидит на пальце. Ну и довольно такое зрелищное. Быстро я сегодня прогоняю, да? Сколько же мне потом все это разбирать? Ну, что делать? Так, ребят, далее у меня идет. Во-первых, мое кольцо любимое. Никто так и не взял. За 39 долларов 15.80. Заметьте, это очень интересный артикул. Потому как его можно с любой вставкой. Белое, аметистовое, лавандовое, красное. Вот такая шампейн. И очень видная, красивая модель. Плотная такая. Фактурная. По-моему, кольцо очень красивое. Не знаю, почему его никто не взлюбил. Может быть, это намек на то, что оно должно на какой-нибудь близлежащий праздник переместиться в мою шкатулку. Я вот не знаю, что это за намек такой. Но я с этим делом осторожно, с перемещениями украшений в свою шкатулку. А то как начнешь, девчонки, так и как понесет. Поэтому лучше не начинать. Это как наркомания. Поэтому все, что ваше, ваше, ко мне отношения не имеет. Кианитовые проволочки набор остался. Кольцо 32, серьги 33. 18,8. Ну, наверное, 18,8. Так и идет размер в размер. Хотя оно обычно маломерит чуть-чуть. Может быть, у меня пальцы немножко похудели. Девчонки, 18,5. Давайте его все-таки ограничим. И есть у нас к нему серьги. Вот они. Серьги 45 долларов. Все, я путаюсь. Можно, разумеется, отдельно набрать. Так. Боже, такой ветер, как этот. Ниф-ниф, наф-наф и нюф-нуф. Сдует эту хату в итоге. Вместе с моим роялем. Блютнером. Все сдуется. Так, ребят, остались недельки с Оникса. Недельки 47 долларов. Почему? В принципе, 5 колец. Но я эту модель называю неделька. По старой памяти. Кольца все автономные. Их можно перемешивать. Вставлять, что хотите. Добрать другие какие-нибудь кольца. Тонкие. И делать с этим всякие миксы. Оникс. Это на 17. Также осталось такой же точно. Такой же точно сбор с березой, девчонки. Вот он. И такой же точно с гранатом. А, и с Ониксом. Они практически все остались, получается. Никому они не понравились. Никто их почему-то не забрал. У меня тут колечко одно упало. Ну вот, например, с березой. Вот так вот. Для любителей пандоры это вообще бешеное дело. Бешеное дело. Потому что можно как бы добавлять между. Но пандора, правда, она не черненая, по-моему. Она белая. Хотя, может, темнеет. Я люблю китайскую пандору. Она суперская и дешевая. Так. Что же вам еще такого показать хитрого? Для того, чтобы мы с вами... Вот у меня есть кулон. Например, на подарок. Может быть супер. 32 доллара гранатовый сердечко. Такое их было 2-1. Забрали. И цепь красивая. Сердечко и 2 гранатика. 32 доллара, по-моему, на подарок. Очень даже супер. Так. И, например, добавить за 47 долларов. Ну, это уже не очень бюджетно на подарок. Хотя, смотря кому, конечно. Вот такие вот недельки с гранатом. И будет прям целый вон комплект получается. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так. Ребят, что еще такое я вам забыла показать? Я и не знаю, если честно. У меня есть классный наборчик. Как-то никто его тоже не оценил. А он здоровский. Это за 46 долларов. Вот такие классные сельги. Я обязательно продумаю версию этих серег с украинскими швензами. Ну, соответственно, тогда цена будет другая. Швензы я отдельно покупаю. Может быть, очень классно. И к ним идет, видите, очень красивый такой рельефный суперский комплект. К ним идет... Почему комплект, собственно? Потому что есть такой же точно кулон. Кулон стоит 44 доллара. Вот он. Так что это может быть очень даже красивый вариант. Смотрите, будут смотреться очень стильно и красиво. Крайне рекомендую. Так, далее в нашей программе. Чего мы еще успеем за наши пару минут? У меня тут немножко осталось аксименты. Не показанные повторяшки. Но я, наверное, все-таки отдельное видео выпущу. Чтобы вам показать уже все вместе. Все, девчонки, тогда, наверное, будем закругляться. Я вам потом еще досниму видео. Я надеюсь, сегодня попозже так это намного. И хочу вам сказать, что все, кто что-то не выкупил, выкупайте срочно. Потому как я примерно каждые 10 дней выкидываю все, что остается в продажу. Даже если это было кем-то отложено. Поэтому лучше как бы забирать. Все, ребят, пока. Хорошего настроения. И встретимся позже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...